На остановку железнодорожный вокзал прибыл юбилейный трамвай. Первые, кому выпала честь проехаться по маршруту, ветераны труда, проработавшие водителями трамвая в суровых сибирских условиях не один десяток лет. В их числе Лидия Сергеева. За 28 лет она накатала по Иркутску сотни тысяч километров. Ну, эта работа очень тяжелая, очень интересная, ответственная. Мне уже 81 год, и я нисколько не жалею, что я отработала водителем столько лет. Имею большую семью. Это очень трудно, когда уходишь из семьи на работу, а люди остаются, особенно праздники выходные. 70 лет назад по первому маршруту курсировало всего 4 вагона, изготовленных в городе, отстоявшем блокаду. Это сегодня первый маршрут, самый протяженный в Иркутске, более 20 километров. А раньше рейсы были короткие, от центрального рынка до железнодорожного вокзала. Потом от трампарка до трампарка протянули, и там начали строить производственные помещения, депо. И был маршрут, двухпутку сделали, и был маршрут, трампарк, железнодорожный вокзал. В 61-м году открылось движение Студгородок, потом Тройка, потом Четверка, и в 83-м году, если не изменять память, там Пятерка открылась солнечная. Постепенно вагон наполняется обычными горожанами. Для них сюрприз – бесплатный проезд. А для смельчаков – викторина на знания истории Иркутского трамвая. В качестве награды за правильные ответы проездные на август. Вера Велякина, Николай Крупченко. Новости сейчас.